МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Да, только что отзвонился член регионального отделения ДОСАФ России. Едут сейчас они вместе с Юрием Николаевичем сюда к нам. И, видимо, на дорогах ситуация сегодня не слишком простая. Видимо, все с непогодой связано. — У нас сейчас как дождь, так город становится непроезжим. Сегодня, кстати, очень много пробок именно из-за того, что Ливневка не справляется. — Я сегодня имелое счастье прогуляться по ночному городу в 3 часа. — А, ты гулял ночью? — Да, до железнодорожного вокзала. — Я с утра попал под дождь, так что я тебя понимаю. — Я тебя понимаю, особенно когда надо пересекать такие улицы, как, например, Молодая гвардия, которая просто в речку превращается при каждом дождь. — Не одна, она единственная. — Я ее пересек сегодня как раз. Я очень тщательно шел на работу, чтобы попробовать под дождем, под зонтом. Но вот форсирование реки... — Как для пешеходов, как для автомобилистов, безусловно. — Все мои попытки прекратило, да. То есть я пока не на мокрой. — Я хочу все-таки к вежливости призвать, что ли, автомобилистов к пешеходам. Но вы же там в тепле, в сухости едете. Но притормозите вы рядом с пешеходным переходом. — Я отчасти понимаю водителей, которые видят людей, кукующих на остановке. И тут такая огромная лужа, вот на Блюхер остановка очень классная. Там огромная лужа, и вот они едут, они видят людей. Но у них, видимо, появляется желание, чтобы людям стало веселее на остановке, чтобы не грустно стояли под этой лужей на полной скорости пересечь. — И еще как-то поближе к краю. — Да, поближе к краю, да, потому что тогда уже точно совершенно далеки до самого конца. И даже вот здания эти попадают. — Честно говоря, не замечал такое поведение со стороны водителей. — По-разному идут себя водители, но есть такие, которые вот именно... вымещают, можно сказать, свои эмоции на людях, которые стоят на тротуаре. Но что делать? — Вот большой вопрос, что будет с ремонтом дорог, кто у нас в связи с этими дождями? Ну, как сообщает администрация, работы проводятся. Вот сегодняшнее сообщение на сайте городской администрации. Улица Луганской, Рейдовой, Кольцовой, Лепси, улица Фабричной. Что-то там происходит сегодня. — Видишь, вот судя по тому, что течет с небес, и думать о том, что в это время еще ведутся дорожные работы, ты сразу начинаешь понимать, что мы уйдем весной следующей. Мы же об этом говорили. — Ничего не увидим? — Нет, ну как, мы увидим дорогу, да? Но вот следов ремонта, как правило, мы уже весной не наблюдаем. Потому что, во-первых, судя по всему, технологии нарушаются. Но я не уверен, что в такой ливень можно класть асфальт качественно. Ураган, да, обрушившийся на город 18-го числа, он показал, что у нас с пешеходными дорожками, с тротуарами, с дорогами как-то не все в порядке. Вот, в пример, приводили участок только что отремонтированной дороги на производственный проспект строителей, по-моему. — Нет, не помню точно, где потрескался асфальт свежеуложенный, да? Ну там, видишь, интересно у нас всегда, понимаешь, что интересно, у нас всегда считается, как вот сломался асфальт, да? — Сломался асфальт. — Сломался асфальт, сломался асфальт. — Невзирая на то, сколько, месяц, неделя. — Он положен буквально две недели назад, причем положен, принят комиссии, там проверено все, и общественники проверяли, и все. Он взял, на этом и сломался. По идее, понятно, что он был уложен плохо, да? Но ведь находят же оправдание. Там, оказывается, что-то с колодцем было, вот когда с тех задания, там этот колодец как-то не учитывался, я не могу понять. — То есть колодец для того, чтобы туда вода небесная утекла? — Да, вода небесная потекла, и оказалось, что он взял и разрушился, да? — Неожиданно. — Да, неожиданно получается. И главное интересное, что это, как сейчас говорят, катит на отмазку, да? Вот колодец разрушился, никто не виноват. Соответственно, организация, которая делает асфальт, она уже не будет там в рамках гарантийного ремонта это делать, да? Это уже будет город делать за свой счет когда-нибудь. А докладывают, да, сколько у нас там километров дорог отремонтировано. А выйдешь на улицу, глянешь на село. — Вот очередное сообщение. На набережной Грина после сегодняшнего дождя, вчерашнего дождя, тоже проблемы с пешеходной дорожкой, там размыло брусчатку. Образовались провалы. — Как ты говоришь, смотришь на меня, будто я должен удивиться. — Как это можно комментировать? — Ну, никак это нельзя комментировать. Просто так вот, понимаешь, я бы не сказал, что у нас тут тропические ливни обрушились сенгелью и лилий. Да, у нас был один, собственно, довольно сильный дождик. Вот этот вот, да, на ассамбле очень сильный. — Если он выпала половина-месячная норма осадков? — Вот, если он столько дел успел натворить, да, то просто страшно думать о том, что будет осенью, когда дожди уже на ассамбле зарядят. — Ну, что-то мне подсказывает, что этот последний дождик, вот, ну, не последний, в принципе, я имею в виду, который вот сейчас еще, отголоски его есть. Тут тоже по норме осадков, в общем-то, серьезная цифра. Итак, наши гости, добрый день, мы говорим Юрию Рыбкину, председателю регионального отделения ДОСАФ России. Добрый день. — Добрый день. — Вы пришли не один, вы пришли с напарником. Мы попросим напарника представиться, потому что мы не записали, как зовут. — Добрый день. Шишкин Николай Сергеевич. — Николай Сергеевич. — Начальник Кировской объединенной технической школы. — Это структурное подразделение ДОСАФ России? — ДОСАФ России, да. — ДОСАФ России. Итак, Николай Сергеевич и Юрий Николаевич. 90 лет сегодня исполнилось в этом году. — В этом году Кировской организации. — Еще в апреле этого года вас чествовали, в том числе и глава региона. С поздравлениями в ваш адрес выступал. И вот мы сегодня отчасти исторический экскурт хотим совершить. Напомнить, что такое ДОСАФ, добровольное общество содействия армии, авиацию, флоту. Как оно представлено в нашем регионе, чем занимаетесь, направление работы. — И о планах, конечно, будущего. — Да, о планах, конечно. — Потому что эта организация должна быть будущая. — Ну, во-первых, с 90-летием. Но не только и Кировскому региональному отделению, а ДОСАФ вообще с 90-летием. — Да, именно так. В январе 2017 года исполнилось 90 лет ДОСАФ России. Оно было создано в январе 1927 года. И параллельно, конечно, создавались структуры. — И по стране вот пошел процесс создания. — По стране, да, в том числе и в Кировской области. Одна из старейших, кстати, в России. Одна из первых она создалась. Значит, эта организация в апреле, как вы сказали правильно, в 1927 году. — То есть через 4 месяца после общероссийской, да? — Да, практически через 3 месяца. — Через 3 даже, да? — Через 3 месяца организовалась. Вот раньше она называлась, конечно, не ДОСАФ. Она называлась ОСААХИМ. Общество содействия авиации, химическому строительству. — По-моему, раньше даже еще две были. Там одна ОСААА отдельная. — Да, там много было. — Друзья флота, друзья авиации. Там много различных было. Но вот именно учредительная, которая, как говорится, вот именно полный прообраз уже организации ДОСАФ. Это вот то, что состоялось в апреле 1927 года. Это состоялось, образовалась Кировская региональная организация ОСАВАХИМ. — ОСАВАХИМ. — Давайте напомним, какие идеи, какие цели закладывались. — Ну, на первом этапе, конечно, задачи, наверное, были более узкие. Но все равно через всю историю проходит это одна из главных задач. Это воспитание, военно-патриотическое воспитание, патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к службе в вооруженных силах. Это вот была основная, собственно, направленность. Вы, наверное, помните, из истории были все на воздушный флот, все, значит, там, ворошиловские стрелки, все прочее, прочее. В том числе и возрождение комплекса прообраза ГТО. Все это, как говорится, являлось детищем. — То есть ГТО изначально зародился в недрах ОСАВАХИМа, да? — Абсолютно. Я скажу об этом позже, как оно возродилось уже в наше время. То есть в конечном итоге, практически, вы помните прекрасное время, 20-е и 30-е годы. — Ну, мы, конечно, не помним. — Я и с историями. — Да, из истории. — Все было там, Испания, и Халкингол, и Хасан, и прочее, прочее. И Запад, как говорится, и Германия готовилась к войне, и, безусловно, значит, была одна из основных задач, это возлагаемая в то время, будем называть ее все-таки ДОСАВ, это, как говорится, подготовка населения, молодежи к службе вооруженных сил, подготовкой, прямо скажем, ее к войне. Вот, и если посмотреть историю, то есть 7 миллионов граждан Советского Союза прошли через стены ДОСАВ и ушли на фронт. — Это еще до Великой Отечественной войны? — Да, до Великой Отечественной войны было подготовлено люди, которые до периода ведения войны, то есть ДОСАВ не прекращал свою работу. Вот такая предвоенная история. у ДОСАВ достаточно такая... — А цифры по Кировской области, по нашему региону, сколько было подготовлено на эти имена? И затем уж ушли на фронт. — Значит, в Кировской области у нас ушло, значит, по моим данным, это порядка 140 тысяч человек. — ДОСАВ. — Да, то есть практически, наверное, где-то третий примерно человек Кировской области прошел. — Да, третий четвертый человек примерно прошел через стены ДОСАВа, да. То есть и мы готовили у нас там, мы готовили пулеметчиков и парашютистов в это время, значит, я не говорю уже о водителях, это, как говорится, уже штатно. Испокон веков так велось традиционно. Вот. Снайперов все готовили, вот наши ДОСАВ Кировские перед войной. Вот. Ну, насколько, как говорится, это оправданно оправдало себя, мы, наверное, из истории знаем. То есть практически ДОСАВ вложил серьезную лепту, значит, в подготовке к военным действиям. И не случайно ДОСАВ был награжден первым орденом, орденом Боевого Красного Знамени, именно за вклад в дело победы советского народа в Великой Отечественной войне. — У нас сейчас небольшая пауза будет, давайте немножко передохнем и скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу. Юрий Рыбкин, председатель регионального отделения ДОСАВ России. У нас в гостях Николай Шишкин, начальник Кировской объединенной технической школы ДОСАВ. Кстати, поясните сразу, что такое объединенная техническая школа. ДОСАВ — это как раз тот ресурс, который занимается непосредственно подготовкой граждан по военно-учетным специальностям. Мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием, то есть под нашей эгидой действуют военно-патриотические клубы, действует стрелковый клуб, действует общественная радиостанция. — Общественная радиостанция? — Да, вот я тоже был удивлен, когда эту должность занял, что у нас, оказывается, есть еще и такой ресурс. Чем он интересен? Когда я спросил руководителя, значит, Аркадия Григорьевича, вот вроде бы радиостанция, сейчас молодежь не особо этим увлекается, он сказал, вы знаете, когда отключат интернет, телефон и сотовую связь, мы найдем с кем связаться, и с нами смогут связаться. — То есть это радиолюбители? — Да, это радиолюбители со специальным оборудованием, со специальным каналом. — Со специальным оборудованием, очень серьезно у них все, они участвуют во всех соревнованиях, у нас на базе школы проходят соревнования радиолюбителей, то есть есть специально даже оборудованный класс, где они изучают Морзе, азбуку Морзе и прочие вопросы. — У меня брат двойродный увлекается, он в Екатеринбурге живет, да, очень интересное занятие, в том числе соревнования, поймать сигнал, принять сигнал, отправить, кто это сделает лучше, быстрее и так далее. Сколько сейчас вообще ДУСАФ объединяет человек, кто это, что за люди, ребята, насколько молодые? — Вы имеете в виду региональное отделение? — Да, конечно, региональное отделение. — Я расскажу о структуре, если бы позволить. — Да, конечно. — То есть на сегодняшний день у нас, как говорится, 10 образовательных учреждений. Затем у нас имеется... — Мы можем подробно обо всем говорить. — Да, у нас есть аэроклуб в Порошино, это тоже структурное подразделение наше, значит, и клуб служебно-совоководство. Если говорить только о штатных работниках регионального отделения ДУСАФ, то есть оно колеблется от 250 до 300 человек. Если говорить о членах ДУСАФ, то есть у нас на сегодняшний день это 3,5 тысячи человек ДУСАФовцев, которые являются активными членами ДУСАФ. Вот у нас в 26 муниципальных образованиях имеются, сейчас они называются местные отделения ДУСАФ, но если брать по-старому, как говорится, называются они районные отделения ДУСАФ. Вот. И 85 местных первичных отделений ДУСАФ в различных, значит, структурных подразделениях и в районах, и в городе в частности. То есть это на предприятиях, в организациях, различных общественных организациях, клубах. Вот такая достаточно широкая, разветвленная сеть наших, как говорится, коллег. Юрий Николаевич, вот членство ДУСАФ сейчас это вот так же, как и раньше, то есть членский билет, членские взносы. Абсолютно правильно. Это вот люди, которые именно платят членские взносы. Да, но только единственное в чем отличие, вот мы на сегодняшний день решение было центрального света ДУСАФ в том, чтобы членские взносы, которые платятся, они остаются в той организации, членом которой является. То есть на месте остаются. На месте остаются, да, они остаются на месте. То есть они никуда не изымаются. Ну и вот такая структура, она из года в год? Или вы расширяетесь, или где-то приходится наоборот сужаться? Ну, наверное, на свете нет ничего, наверное, такого постоянного, неизменного. Конечно, я считаю, наша организация, она динамично развивается, стремится идти вперед. Вот я назову вот такую, допустим, одно из направлений. У нас направлений очень много, по определенным уставам ДУСАФ России. Вот мы начали говорить с того, одно из основных и главных, пожалуй, направлений, это военно-патриотическое, патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к службе вооруженных сил, занятия спортивными, военно-техническими видами спорта, подготовка специалистов массовых технических профессий и прочее, 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 прочее. Летная подготовка, вот сейчас мы, допустим, работаем по разведке тушения лесных пожаров, наша организация работает, выполняет, будем так сказать, заказ такой. Вы помогаете МЧС или как? Или готовите людей для этого? Нет, дело в том, вот мы на протяжении, я уже седьмой год председатель ДОСАФ, вот у нас договор заключен значит с Коми-республикой, у нас постоянно два самолета, два экипажа работают там на разведке тушения лесных пожаров. И сейчас, в данный минут, пока мы здесь с вами в эфире находимся, они находятся в воздухе, мне только что докладывал начальник аэроклуба Иванцов Юрий Васильевич, они находятся в воздухе, сейчас там в Коми, у нас тут дожди, а в Коми достаточно пожароопасная обстановка. Это ваши личные борты? Это наши, у нас три борта, два Ан-2 и Вильга-35, вот сейчас находятся, Вильга-35 и Ан-2 находятся на разведке и тушении лесных пожаров в Коми-республике. Вот, так что... Как Анны себя чувствуют? Анны, Анна, по-моему, такой долгожитель, который еще долго будет служить не только ДОСАФу, но и в разряде малой авиации России. К сожалению, великому, к сожалению, наверное, ему пока еще равноценную замену пока еще не создали. Пока мы поддержим тот ресурс, который есть. Так вот, продолжая то, что задали вопрос, насколько это, будем так сказать, застывшая или динамично развивающаяся структура, я вот хотел на примере просто привести, на примере подготовки граждан к службе вооруженных сил. Вот, сейчас, в настоящее время, если основной был контингент, эта подготовка в основном была военных водителей, вот, то сейчас это все значительно расширяется. То есть, вот мы начали готовить сейчас и мы и крановщиков готовим, и готовим водителей БТР, водителей БМП, мы готовим десантников, вот это наш 100-й ВУЗ-100, вот очевидно, наш клуб, наверное, аэроклуб со следующего года будет тоже готовить специальности, так называемых стрелков-парашютистов. И вот, то есть, значительно расширяем, я просто одну плоскость провел, если говорить о военно-патриотическом воспитании, то вы, наверное, знаете, что сейчас в стране у нас по инициативе президента и правительства создано Всероссийское движение школьников, по инициативе министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу были созданы юно-армейское движение, и они сейчас у нас в Кировской области практически во всех муниципальных образованиях созданы. То ДОСААФ, будем так сказать, будем вот в развитии этого, он создал ассоциацию военно-патриотических клубов. То есть, у нас сейчас так же самое в Кировской области 6 военно-патриотических клубов, которые идут под ассоциацией ДОСААФ. То есть, это, будем так сказать, наиболее активные ребята нашего общества, которые активно готовятся к службе. Минуту внимания, я вам предлагаю сейчас наушники все-таки воспользоваться ими. У нас есть звонок 211-101. Видимо, кто-то из слушателей заинтересовался в нашей беседе. Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей, мне 48 лет. С 1980 года примерно я начал заниматься радиолюбительством сначала во Дворце пионеров, потом перешел в ДОСААФ. Хочу поздравить это прекрасное общество с юбилеем. Думаю, вас тоже поздравляем. Всего хорошего и процветания. До сих пор являюсь радиолюбителем. Участвуйте в соревнованиях. Участвуйте в соревнованиях. Ну да, участвую в соревнованиях. Ну вот одно из достижений в 2003 году выиграл открытый чемпионат Японии по радиоспорту. Японии? Да. Вот так вот. ДОСААФ. ДОСААФ, да. Он начал заниматься, когда общество было еще на Дрилевского, потом продолжил на Пугачева 32. Участвовал в соревнованиях. Мы ездили в Кемерово. Получил диплом радиотелеграфиста. Ну и, значит, служил в армии по своей армейской специальности. А в жизни, Андрей, пригодилось или это такое вот хобби? Ну, в жизни пригодилось. Вот в плане службы попал в короткую часть. В плане службы, да. Да, и, значит, уже совершенно подготовленным к этому. А может быть, после службы была какая-то конкретная ситуация, когда там секретные данные нужно было какие-то перехватить и передать? Нет, ну такого не было. Это, конечно, где-то в книгах это описывают в рассказах. Но такого не было, конечно. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Спасибо. Еще раз вас с юбилеем. И вас с тобой же. Спасибо, до свидания. До свидания. А, кстати, Радиоспорт, он сколько там вообще? Именно в этом направлении участвует? Ну, в этом направлении участвуют. В основном это уже, как и люди, достаточно подготовлено. Молодежь приходит? Молодежь приходит, да. Не так много, как было раньше. Не так много, как хотелось бы нам. Но есть ребята, которые интересуются, которые этим занимаются. Вот, Николай, просто вот мальчишка, да, вот он захотел, он, может быть, не имеет каких-то начальной подготовки чего-то, он может к вам прийти? Конечно, он может к нам прийти. Я уже говорил, что у вас есть тематический класс, там целый класс у них стоят вот эти вот специальные ключи для передачи азбуки. Да, и есть, значит, машинки для передачи автоматического набора текстовых сообщений. То есть, такую вот базовую подготовку на начальном этапе для подростка, это все можно предоставить. Ну и в дальнейшем все зависит, конечно, от желания заниматься и возможности. Потому что, конечно, мы ему там не сможем предоставить личный какой-то радиоприемник. В основном радиолюбители, они их собирают сами и настраивают. Ну, очень интересное дело. Вот я просто хотел добавить, потому что Центральный Совет ДОСАФ принял сейчас решение о подготовке специалистов войск связи. То есть, это будет, как говорится, идти как раз в тематике общего развития подготовки к вооруженным силам. А вот юноша, не знаю, подросток, он на каком этапе может попасть под крылья ДОСАФ? Нарисуете этот процесс? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот, к великому сожалению, мы с вами помним 91-й год, когда у нас существовали, начиная дети, начиная с 7 лет, придя в школу, ему, значит, прикалывали октябряцкий значок, потом пионерский галстук вязали, потом вручали комсомольские билеты, комсомольский значок и так далее и тому подобного. Я считаю, в этом ничего не было плохого, но, к сожалению, мы в то время вместе с водой из таза выписнули ребенка. И ничего практически взамен мы не дали, начиная с 91-го года. И вот такая, будем так говорить, работа, а скорее всего завал этой работы, он длился у нас, к сожалению, десятилетия. То есть мы практически молодежь предоставили самим себе, а таких людей улица никогда не пропускает. В результате чего мы с вами прекрасно видим, то есть и наркомания среди молодежи, и алкоголизм, и хулиганство, и прочее, прочее, они росли просто, как говорится, многократно. И вот будем так говорить, лишь с приходом нового руководства, в первую очередь Владимир Владимирович Путин обратил очень серьезное внимание на эту составляющую, которую мы называем военная патриотика, военно-патриотическая работа. И вот мы сейчас здесь, допустим, примерим, Кировской области, говорю, то есть мы практически работаем со многими школами. Наши школы подшипные. Вы в школах представлены, да? Абсолютно правильно, да. Мы работаем со школами. Вот у нас недавно было совещание у главы администрации города Кирова Александра Перескокова. Мы определили вот пять школ, с которыми вообще не только будем работать, как говорится, по военной патриотике, но мы планируем в этих школах организовать учебные точки и по подготовке, в том числе и водителей даже. Вот, то есть начиная примерно с 10 класса, прямо уже в школе, прямо непосредственно в классе, то есть в каждом районе у нас города Кирова, а в некоторых районах даже будет по две таких учебных точки. А можем некоторые хотя бы школы перечислить? Конечно, мы можем. Конечно, мы можем. Можно назвать 22-я школа Горбунова, 30-я школа, новая школа, которая вот сейчас открылась в Зиново. Зиново. Абсолютно правильно. Вот, 71-я или 73-я школа будет в Ленгасово, потом школа будет привлечена в нашем новом районе, в Чистых Прудах. То есть я вот вам называю их все. То есть со многими школами мы работаем, в том числе и по кадетскому направлению, там 40-я школа, другие школы. Это вот сейчас, ну, учебного года. Да, мы работаем с военно-патриотическим центром города имени Александра Невского. То есть мы тесно с ними работаем. И вот я вам хочу сказать, если уж мне продолжить эту тематику, то есть мы, и может это дальше будет в ваших вопросах, вы, наверное, знаете, что 26-27 числа мы участвуем в комплексном комбинированном автопробеге, значит, с востока на запад России, который стартовал в начале 3-го июля в городе Владивостоке. Пройдет через всю южную часть нашей России, вот, и будет финишировать одно из направлений, будет финишировать в Севастополе, и второе крыло будет финишировать этого автопробега в Минске. Интересный маршрут. Да, то есть вот мы, как говорится, здесь будем учитывать через те регионы, где этот автопробег не проходит, то есть они проводят внутри, то есть в 26 регионах пройдет этот автопробег, а у нас 84, по-моему, региона. А 85, а в остальных будет проходить внутри, значит, свой, как бы, региональный такой, да? Свой региональный, вот у нас свой региональный, я вас приглашаю, вы можете увидеть достаточно зрелищное мероприятие, оно состоится 26 июля в 10.00 на Театральной площади. Так это уже вот, 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 это будет буквально, это будет, это не выходной день, это будет буквально послезавтра, да, это будет послезавтра, да, это будет послезавтра, то есть будет достаточно торжественное мероприятие, одно из его направлений будет эта передача, значит, священной земли со знатных мест нашей Вятской губернии, нашей Кировской области, вот, то есть мы, я просто назову, у нас будет взята земля с малой родины, значит, маршала Конева, маршала Вершина, маршала Говора, маршала Соколова, вот, Галушкина, нашего знаменитого снайпера, снайпера, вы знаете, с Кирой Чепецкой, вот, и многих других, вот эта земля будет сформирована, взята, значит, в отдельный типа гильзу, и она будет передана, участникам автопробега, доставлена на южную ветку, и она будет, значит, торжественно возложена в Севастополе, вот, так же, как и все. Уже место там предусмотрено, куда эти гильзы, где они будут размещены. Там все предусмотрено, вот это сейчас пробег идет, да, в этом пробеге будут принимать участие не только ДОСААФовцы, но и многие другие, в частности, будет реистровое и нереистровое казачество будет принимать, военно-патриотические клубы будут принимать участие, то есть это будет, и оно начнется, старт его будет с 10 до 11.30 будет это представление будет на театральной площади, затем будет Кировская объединенная техническая школа, то есть это будут экипажи, мы взяли на четырех школ. На каких транспортных средствах? Я вам сейчас объясняю, то есть будут четыре школы принимать участие, это Кировская объединенная техническая школа, Кирово-Чайпецкая школа, Котельническая школа, Советская школа, будут по три автомобиля с экипажами учащихся 10-х классов и техникумов, то есть они, конечно, будут с мастерами производственного обучения. Но за рулем-то будет именно... Значит, по трассам будут идти, по трассам мастера, это у нас здесь, у нас с ГИБДД этот вопрос согласован, понимаете, что дороги у нас достаточно опасные, вот, а вот все соревновательные мероприятия на автодромах, там, на закрытых площадках других будут проводиться, только будут с учащимися, будут конкурсы среди учащихся и конкурсы среди мастеров производственного обучения вождения. И вот 26-го после проведения соревнования, значит, на Кировской объединенной технической школе будет совершен марш-бросок до Советска, вот, потом в Советске там будет отдых, они ночуют, будут ночевать в Петропавловском, вы знаете, замечательное место. Затем будет утром в Советске то же самое торжественное военно-патриотическое мероприятие направленности, военно-патриотическое направленности, затем будет тоже проведение элементов сдачи знаний правил дорожного движения, оказания первой доврачебной медицинской помощи, вот, потом, после этого будет марш, значит, в Котельнич, там будет на стадионе сдача норм ГТО экипажами, вот, у нас будет 12 экипажей, да, и потом, потом, значит, в Котельнич, потом мы движемся в направлении Орлова, и потом завершаем вечером часов где-то в 20-21, мы планируем завершить 27 июля это мероприятие, да. Значит, реклама будет еще, автомобили-то какие, обычные или... Нет, автомобили, нет, здесь будут присутствовать у нас, здесь будут присутствовать у нас машины на площади, мы покажем машины тех, на которых мы готовим к службе вооруженных сил, это новые Уралы, новые КамАЗы, вот, вот, вот. Вот, я полагаю, что мы тут договоримся рядом с командиром воинских частей, которые сейчас техника поступает на комплектование вооруженных сил и военную полицию, я думаю, мы этот вопрос покажем, а в пробеге будут принимать учебные автомобили, это Рено Логан, Шкода Фабиа, ну и наши Лада Гранта. Те, на которых вы обучаете? Да, на которых мы обучаем, совершенно верно, да. С символикой ДСААФ, с символикой автопробега. Реклама у нас сейчас небольшая, мы скоро вернемся. Да, мы продолжаем нашу беседу. Региональное отделение ДСААФ России отметило 90-летний юбилей, как и ДСААФ наш. Общероссийский, да. Да, и у нас в студии сегодня Юрий Рыбкин, представитель регионального отделения ДСААФ России, и Николай Шишкин, начальник Кировской объединенной технической школы ДСААФ России. Вот сейчас мы в перерыве активно говорили об подготовке автомобилистов. На автошколе ДСААФ. Ну, я так слышу, год за годом одна из самых престижных все-таки автошкол, да, у нас ДСААФ? Да, я думаю, так оно быть и должно, по-другому никак, потому что школа это самая старейшая. Раньше школы-то вообще и не было, она, как говорится, историческая уже эта школа. Вот, она будет праздновать скоро 77 лет, то есть, когда еще те, которые школы есть, о них еще нигде, даже в зачаточном состоянии никто не упоминал. Безусловно, школа обладает серьезной базой, то есть, у нас, если там сейчас школа считается, это два класса, 60 квадратных метров школа, то есть, вот эта школа огромная, огромная учебная база, 6 тысяч квадратных метров только учебных площадей, а в свой автопарк. У нас замечательные преподаватели с огромнейшим опытом, мастера производственного обучения, вот, с большущим стажем, вот, высокой культурой обслуживания населения. А вы сказали ранее, что еще новое направление подготовки бронетранспортер, это тоже здесь на базе? Нет, у нас, мы сейчас готовим еще крановщиков, вот, транспортер, если бронетранспортер понадобится, то нам для перестроения, для этого цели, нам нужно буквально считанные дни, чтобы, потому что, ну, что такое, допустим, бронетранспортер, там, допустим, БТР-80, как он сильно отличается, там, от автомобилей, там, Урал, там, 4320, там, или КамАЗа, практически силовая установка, у них все схожие, там, и ходовая часть, то есть, это мы легко перестраиваться можем, легко. А государство, какое принимает участие в судьбе ДОСААФ, в жизни ДОСААФ? Ну, вообще-то, государство, будем так говорить. Как помогает, как поддерживает? Ну, государство, во-первых, ну, я должен сказать, вот, слова президента, то есть, он примерно сказал следующее про ДОСААФ, что это организация, которая помогает нашей стране воспитывать настоящего человека, а это же многое. Вот, если говорить просто, меркантильно, там, допустим, финансовая сторона вопроса, то есть, вот то, что я говорил, о том, что мы подготовим для вооруженных сил по военно-учетной специальности, то есть, вот этот заказ, государственный заказ, получается, да? Да, это как государственный оборонный заказ, он оплачивается Министерством обороны, вот, в полном, стопроцентном, так сказать, своем виде. Вот, то есть, вот то, что мы, как говорится, за год примерно в ДОСААФ, ну, по разным годам я могу брать, то есть, примерно от 30 до 90 тысяч человек обучаются, проходят через стены ДОСААФ. Вот именно вот они военно-учетность призывников. Призывников, да? Именно так, да. Курсантов. Да, курсанты, которые проходят у нас обучение. Вот, очень высокий процент у нас от сдачи, у нас практически отчисленных, только если где-то проскальзывает в период обучения, кто-то выявляет какие-то дефекты по здоровью. А так, практически, люди все с большущим, как говорится, желанием учатся у нас. Но это, вы понимаете, практически получить серьезную профессию. Я не хочу сказать, что все там, кто-то станет водителями или крановщиками. Ну, водителями-то нынче практически все становятся, так или иначе. Да, получить водитель категории С, значит, это практически бесплатно. И сегодняшний день это ценовое удовольствие где-то свыше 30 тысяч рублей. Ага. А еще картинг, а еще автомодельный, судомодельный. Да, все. Радиоспорт, о котором уже говорили. Настольный теннис, мотоспорт, страйкбол. Так, где-то как-то есть. Володь, если мы обо всем будем говорить, то нам эфирного времени далеко не хватит. Да, я понимаю, да. Вот я просто вам хочу сказать, вот вы с картинга начали. То есть у нас достаточно очень серьезные успехи в картинговом спорте. Вот у нас Санников такой тренер есть. И мы его поддерживаем. В этом году мы получили 5 карт новых. Вот сейчас он их, он вообще фанат своего вида спорта. Вот он должен был показать нам на площади это все. Но он сейчас находится в Курске. Вот там проходит этап чемпионата России. И у них там очень большие шансы стать чемпионами России. Вот, и они сейчас находятся в Курске. Буквально там с 26-го как раз будут соревнования проводиться. Первенство России. Вот, и он меня попросил. И говорит, Юрий Николаевич, не надо меня отрывать. Тем более, он все вот эти карты, которыми новые получили. Различных классов. То есть он их вот перебрал. Понимаете, он разобрал их все до винтика. Он их все перебрал, значит, все там, будем так сказать. Он, кстати, шлифовал, условно говоря, каждую детальку. И вот после этого только он на них будет выступать. И мы убеждены, что вы услышите об этом, я думаю. И я вам позвоню, наверное, в увидите о результатах. Я убежден, что результат будет достаточно высокий. А вот возраст ребят, которые вот там участвуют. Ну, ребята там... И чемпионство, возможно, которым... Ребята там, да, там примерно от восьми до достаточно. От восьми лет, восемь лет. От восьми лет, да. Да. Такой вид спорта. Если поговорить, уже, видимо, заканчивать скоро нам придется о перспективах дальнейшей деятельности ДУСААФ. Какие-то, возможно, новые направления, новые идеи. Вы вот рассказали о том, что в школах будет, со школами будете активнее сотрудничать. Да, вот смотрите, я вам могу только направление такое сказать. Если вы будете на площади 26-го числа, то это вы увидите, это услышите. То есть мы в этом планируем прямо на площади. У нас и в планах это есть создать, значит, клуб юных моряков. Клуб юных летчиков. То есть у нас для этого цели все есть. Кроме моря. Да, у нас создана уже, значит, федерация клуба юных моряков. Уже там вот будет представлен президент этого клуба. Вручено ему будет знамя, Андреевский флаг будет ему вручен. Вот. И клуб юных летчиков. То есть вот я остановлюсь на клубе юных летчиков. Мы в прошлом году, значит, нам удалось выбить. Мы получили планер. Сейчас у нас есть все восстановлено. Планер стоит у нас. Вот. У нас сейчас имеется уже практически самолет приобретен. Он находится сейчас в шахтах. Это авиационный ремонтный завод, принадлежащий ДОСАФу. Он находится в шахтах на ремонте. Это самолет Як-18Т, который будет выступать в качестве буксировщика. У нас уже есть наработан, мы знаем, есть потенциал желающих стать планеристами. А это первый шаг, будем сказать, в небо. То есть мы будем готовить вот и будем юных летчиков, кандидатов для поступления в высшие военные и гражданские и летные учреждения. То есть у нас в этом плане, да, очень серьезная есть перспектива для привлечения молодежи в ДОСАФ. Но это довольно дорогие вещи, вот вы говорите, там и самолет Як, там и планер, это все же довольно-таки дорого в материально-техническую базу. К великому сожалению, вы правы. Тем более, если должен сказать, что, ну, наша область, вы знаете, она, к сожалению, пока что традиционно является дотационной областью. И рассчитывать на какую-то поддержку и помощь сложно. Вот, поэтому, безусловно, вот то, что я вам рассказал, что сейчас авиация у нас находится на разведке и тушении лесных пожаров. Вот те средства, которые она зарабатывает, они практически уходят на поддержание вот летной техники в исправном состоянии. И мы рассчитываем вот часть этих средств, которые будут там заработаны. Это вот я ищу, касается школы юных там летчиков, планеристов. Вот, ну, и там, конечно, наши школы оказывают спонсорскую помощь, поддержку вот этим всем кружкам. Вот то, что вы сегодня слышали и задавали вопрос по радиолюбителям, вот, и по школам юных моряков, которые у нас в ближайшее время будут работать. То есть мы, конечно, помогаем, потому что я считаю, что не может ничто сравниться вот с теми затратами, которые мы можем понести, если мы упустим ребенка на ранней стадии и предоставим его улице. Вот, мы потеряем гораздо больше. А, кстати, мы говорим все о мальчиках, о юношах. Почему? У нас работают с девчонками, у нас и девчонки. Вот у нас парашютист, вот мы когда проводим, значит, там, сборов Порошина, значит, там, клуб юный десантник, там, девчонки прыгают. Еще мало кто отказывается, когда дело доходит до прыжка, до практического прыжка. Молодцы, девчонки, молодцы. Даже показывают ребят. А мальчишки отказываются? Ну, бывает такое. Это очень редко, я вам хочу сказать. Это, может быть, там будет один случай на сто. В стрелковой секции у нас большинство девочки занимаются. То есть, практически, там, больше, чем две трети. Девчонки приходят, стреляют замечательно очень. А стрелковая секция, это пневматическое оружие? Это пневматическое оружие, спортивное пневматическое оружие у них достаточно серьезно. Бронзовый, серебрянный чемпионов, чемпионов России. Девчонки. Девчонки, да, именно девчонки, да. К сожалению, истекает время нашего разговора очень быстро, да. Спасибо за этот интересный разговор. Еще раз, с юбилеем новых юбилеев. Спасибо. Я думаю, на сто лет мы с вами встретимся здесь. И будет больше есть, будет о чем доложить. И чем можно похвастаться, тем можно привлечь в наши ряды. Спасибо, Юрий Рыбкин, представитель регионального отделения ДСАФ России. И Николай Ишишкин, начальник Кировской объединенной технической школы ДСАФ России. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. Удачи вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»